Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в Федеральном научно-клиническом центре физико-химической медицины ФМБА России клинической больницы 123. Здравствуйте, Оксана Николаевна. Хотелось бы сегодня поговорить о работе вашего неврологического отделения. Здравствуйте, Мария. Отделение неврологии рассчитано на 40 коек. В отделении неврологии лечатся пациенты с заболеванием центральной нервной системы и периферической нервной системы. Пациентов всегда у нас очень много. Пациенты сложные. И в отделении мы лечим активно тех пациентов, которые нуждаются не только в первичной профилактике, а также в вторичной профилактике, и пациенты, которые нуждаются в нейрореабилитации. Что это такое? Можно более подробно об этом рассказать? Это пациенты, которые перенесли острые нарушения мозгового кровообращения после черепно-мозговой травмы. Пациенты с рассеянным склерозом. Пациенты с нарушением периферической нервной системы. Это остеохондрозы, остеоартрозы, спензилезы. Когда зачастую пациенты обращаются к нам с болями непосредственно в позвоночнике, с нарушением движения. Также с появлением нарушения чувствительности в нижних конечностях или верхних конечностях. Пациенты, которые страдают головокружениями, головными болями, нарушениями памяти, плохим сном. Также в нашем отделении лечатся пациенты молодого возраста. Пациенты, у которых появляются жалобы на сердцебиение, чувство нехватки воздуха, чувство страха смерти, тревогу, беспокойство. Поэтому в целом можно сказать, что отделение неврологии – это многопрофильное отделение. Мы стараемся лечить пациентов не только медикаментозно, но также лечить их психику. Потому что зачастую пациенты с заболеванием нервной системы, они имеют всегда нарушение психосоматики. То есть получается, таким пациентам больше нужно тепла, наверное, и внимания от врачей прежде всего. Конечно, Мария. Наши пациенты очень нуждаются в тепле и внимании. И поэтому, в общем-то, я могу смело сказать, что выздоровление в отделении неврологии происходит активно. Пациенты к нам возвращаются, потому что это пациенты хронические, имеют хронические заболевания, и они возвращаются к нам снова для вторичной профилактики различных сложных мозговых катастроф в виде острого нарушения мозгового коробращения. А также пациенты, которым нуждаются непосредственно в нейрореабилитации для того, чтобы научиться заново жить после инсульта. Мы так и называем жизнь после инсульта. Это пациенты, которые учатся у нас ходить, говорить, пациенты, которые начинают активно себя проявлять в обществе, которые пациенты после нейрореабилитации могут выйти и, соответственно, начать свою трудовую деятельность. Какие методы вы используете в своей работе непосредственно с такими пациентами, сложными после перенесенного инсульта? Пациенты после перенесенного инсульта, конечно, нуждаются в лечении непосредственно медикаментозным лечением. Пациенты в комплексе получают физиотерапию, специальную лечебную физкультуру. В условиях нашего отделения мы активно используем ботулинотерапию. То есть это, в общем-то, достаточно новый метод лечения, который дает возможность пациентам избавиться от спастики в мышцах. И, естественно, при уменьшении спастического компонента, который зачастую у пациентов развивается после перенесенного инсульта, они начинают активно обслуживать себя. У нас пациенты, которые приходят к нам и не могут обладать какой-то мелкой моторикой, взять в руки, допустим, тоже расческу или помыть себе ладошку, потому что зачастую нарушаются также и гигиенические особенности у этих пациентов. Им нужен обязательно человек, который будет постоянно ухаживать за ними. И после использования ботулинотерапии эти пациенты самостоятельно начинают себя сами обслуживать, ухаживать за собой и осуществлять элементарный прорыв. Однозначно прорыв, потому что это дает возможность людям, перенесшим инсульт, вернуться снова в общество. И, в общем-то, зачастую при правильном подходе. После использования ботулинотерапии эти пациенты длительное время занимаются специальной лечебной физкультурой, которая также в совокупности позволяет очень быстро избавиться от спастики в мышцах. Получается, база клинической больницы 123 полностью оснащена для того, чтобы лечение конкретно в вашем отделении проходило как можно более эффективно и результативно, что немаловажно. Да, это вы правильно заметили. И более того, Мария, я хочу сказать, что ботулинотерапию мы используем не только при лечении спастики у пациентов после инсульта, после черепно-мозговой травмы. У пациентов, которые, значит, имеют последствия детского церебрального паралича, рассеянного склероза. Это пациенты, которые страдают мигренью. То есть мы активно лечим пациентов с мигренью. То есть пациенты, как правило, используют различные препараты, надеясь на то, что у них пройдет головная боль. И на данный момент, в общем-то, одним из самых эффективных методов лечения – это ботулинотерапия. К нам пациенты обращаются с блефороспазмом. Пациенты, которые, по большому счету, в результате спазма верхних век, у них наблюдается функциональная слепота. То есть пациенты приходят к нам в сопровождении родственников. И после проведенной ботулинотерапии они, в общем-то, в последующем могут уже пользоваться без дополнительной помощи. Пациенты приходят к нам очень много молодых людей, которые имеют спастическую кривошею. Ботулинотерапию тоже мы при этом активно используем. Ну, в общем-то, достаточно много методов. Вот на сегодняшний день мы имеем у себя в отделении специально предложенной космической медицины. Это аппарат называется Корвид, который дает возможность подошвенной опоры. То есть пациенты, которые перенесли инсульт, с помощью пневмомеханических действий происходит движение стоп. И, соответственно, головной мозг, он анализирует движения эти. И, соответственно, пациенты начинают себя чувствовать в движении, что в последующем дает возможность очень быстрая реабилитация, нейрореабилитация. Эти ботинки, это оборудование уже активно используется? Это активно используется в отделении у нас пациенты. После этих процедур буквально через неделю у них появляется возможность более уверенно себя чувствовать, уже опираясь на собственные стопы. Оксана Николаевна, сейчас зимний период, постоянные перепады температуры, давления. Это как-то влияет на общее состояние ваших пациентов и увеличивается ли количество людей, которые обращаются к вам за помощью и с головными болями в том числе? Потому что пациентов, особенно возрастных, очень много метеозависимых. Естественно, эти пациенты имеют тенденцию к подъему артериального давления, что сопровождается, соответственно, головными болями, головокружением, нарушением координации. Соответственно, эти пациенты с хроническим нарушением мозгового кровообращения, они поступают к нам в отделение. Мы активно проводим лечение медицинское, и пациенты от нас уходят здоровыми. Самый главный вопрос, как попасть на лечение в ваше отделение? Какие необходимо иметь документы на руках? Можно ли прийти к вам на первичную консультацию, если человек что-то беспокоит для дальнейшего уже постановки диагноза и определения методики лечения? Мы большую часть, конечно, обслуживаем планов у пациентов. Это пациенты, которые прикреплены непосредственно к нашей поликлинике. Их врачи-неврологи непосредственно в поликлинике готовят с определенным набором необходимых анализов, которые требуются страховыми компаниями при поступлении. И, соответственно, с определением диагноза они поступают к нам в отделение, получают соответствующую терапию. Но, помимо этого, я хочу сказать, что много пациентов у нас поступают в экстренные дни по неотложным показаниям. Это пациенты и с острым нарушением мозгового кровообращения, это пациенты с заболеванием позвоночника, с выраженными болями в позвоночнике. Это пациенты с невритами лицевого нерва. В общем, те показания, которые непосредственно являются неотложными для госпитализации. Да, этих пациентов мы всех принимаем и, соответственно, беспрепятственно они по показаниям госпитализируются и получают медицинскую помощь в полном объеме, согласно ОМС, всем стандартам. Огромное количество разных направлений, которые охватывает ваше отделение, но, тем не менее, есть ли перспективы для его развития? Мечтаете ли вы еще о новом оборудовании, о возможностях, наверное, которые дает современная медицина? Вы знаете, Мария, я хочу сказать, что на сегодняшний день очень актуальным является нейрореабилитация. Потому что пациенты, большую часть, они требуют особого внимания те, которые должны с помощью врачей и с помощью определенных методик вернуться в общество. Особенно это молодые люди, которые, конечно, должны вернуться и вернуть свою трудовую деятельность. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы отделение неврологии в постоянном режиме были открыты койки для нейрореабилитации. Чтобы в постоянном режиме могли оказывать медицинскую помощь пациентам, которые в этом нуждаются. Те пациенты, которые должны снова вернуться в свои семьи и снова начать работать, снова начать мечтать, любить, жить, чувствовать себя счастливыми. Оксана Николаевна, также в холодное время года очень много пациентов, которые страдают болями в спине. С чем это связано и какие возможности для устранения этих заболеваний есть в вашем отделении? Этих пациентов мы принимаем, активно обследуем, проводим медикаментозную терапию. Но бывают те случаи, когда мы, неврологи, при оказании консервативных методов лечения не можем полноценно, в полном объеме оказать помощь для того, чтобы эти пациенты навсегда избавились от этих болей. К счастью, к нам пришли врачи-небертебрологи, те, которые в команде с нами активно оказывают помощь этим пациентам. После обследования эти пациенты попадают к ним, они проводят высокотехнологичные операции. А после проведенной операции вертебрологами мы забираем этих пациентов на свою территорию и проводим им реабилитацию для того, чтобы как можно быстрее эти пациенты вернулись к прежней своей жизни. Сколько примерно занимает срок реабилитации после таких операций? У каждого пациента, конечно, по-разному, в зависимости от степени утраты двигательных функций в результате основного заболевания. Но, как правило, это 10-14 дней. Оксана Николаевна, конечно, одна вы бы не справились с таким огромным количеством пациентов. Вам помогают ваши коллеги. Расскажите о вашем коллективе, о тех людях, которые каждый день помогают вашим больным. Я очень благодарна нашему коллективу. Коллектив у нас на самом деле очень хороший, грамотные врачи. У нас два врача работают. Это Фонина Татьяна Владимировна, врач высшей категории. Односова Ольга Евгеньевна, врач первой категории. Нагрузка очень большая, потому что, как правило, пациентов у нас очень много и пациенты очень сложные. Кроме того, хотел бы отметить средний медицинский персонал, который самоотверженно трудится в условиях отделения неврологии, с огромной душой и теплотой относится к нашим пациентам, выполняет свои функциональные обязанности, любит пациентов так же, как мы их, защищают наших пациентов, оберегают. И когда наши пациенты выписываются с благодарностью в глазах, мы всегда говорим им – берегите себя. Оксана Николаевна, спасибо вам за интересное интервью. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова